Вы, наверно, думаете, что вышел стишок рассказать. Нет, я вам расскажу, как замечательно живется на уровне вагины. Вам наверняка интересно, почему такой маленький, да? Вот таким вот я остался из-за родительской глупости, потому что я заболел обычной простудой, но мне ее не могли сбить, никакие лекарства не помогали, поэтому родители решили перейти к альтернативному лечению, налили мне партийник самогонки, ней же растерли тело. Это, конечно, не помогло, но настроение мне подняло. Официальное название моего низкого роста является диагноз гипофизарный нанизм. Мне кажется... Да-да, нанизм. Мне кажется, здесь ничего объяснять не нужно, да. Тут и так все понятно. Это когда гипофиз не работает, а дрочит. Ну, причем в моем случае с девяти лет, понимаете. Мне кажется, гипофиз – это единственный орган, который может не работать, и в этом нету ничего страшного, а наоборот, есть свои плюсы. Он не работает, я не старею. Все стареют, а я нет. Вот он, эликсир молодости. Гипофиз, забивший хуй на своего хозяина. Также я могу сравнить свой гипофиз со своим пьющим отцом, который не участвовал в процессе моего взросления. С одной стороны, вроде плохо, но с другой стороны, благодаря его бездействию, с меня не выросла хуй знает что. Я просто остался мирным усатым ребенком, понимаете. Однажды в детстве с мамой пошли на базар мне за вещами, нашли подходящую. Я зашел в павильон, стал босыми ногами на картонку. Правда, непонятно зачем, ведь мы зашли померять свитер. Мама одевает мне его на голову. Это настоящая продавщица такая. Да ты шо, как замечательно сидит. Смотрю на себя в зеркало, покрутился, присмотрелся. А он мне, сука, по колено. И она добавляет, как раз на вырост. Я такой, да-да, на вырост. Я когда вырос, кого я обманываю, с тех пор я нихуя не вырос. Я когда повзрослел, вот что я понял. Чтобы купить детскую вещь, нужно хуярыть не по-детски. Видели, да, цены на них. Теперь я понимаю всех родителей, которые покупают вещи своим детям на пару сезонов вперед. А потом идут молятся, чтобы их дети росли как можно медленнее. Мои родители зашли с другой стороны. Навели порчу, это по-любому оказалось дешевле. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда мне вспомнилось 18, я всегда покупал бухлишко. Потому что моим друзьям было интересно понаблюдать за реакцией продавщицы. АПЛОДИСМЕНТЫ Как у нее выпадает гроза из орбиты, когда она видит мой паспорт. Ну или как она говорит просто. Мальчик, иди нахуй. Паспорт ненастоящий. АПЛОДИСМЕНТЫ Продавщица смотрит на меня, на алкоголь, на меня, на алкоголь. И такая, вы ребенок или как? Протягиваю паспорт, говорю, или как? Пришло время плачивать чек, она смотрит на меня, я на нее и думаю про себя. Прощение, будешь просить, сука? Или как? Секс. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам может показаться, что этот аспект жизни меня не касается. Но, к большому счастью, он в моей жизни присутствует. И я даже, кстати, недавно чуть батя не стар. Можете поздравить, не стар. АПЛОДИСМЕНТЫ И знаете, вся эта ситуация подтолкнула меня на такие мысли. Если бы я стал отцом, то я стал бы самым счастливым отцом на земле. Отцом, который донашивает вещи за своими детьми. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ